У меня общий доклад с Юрием Геннадьевичем Миконоровым, который вы назвали. Название доклада уже сказали. Так, последние два десятилетия популярны исследования свойств генетических или вариантных супремоновых метрик на группах ЛИИ. Вот в 2022 году и в 2023 году вышли два обзора Юрия Леонидовича Тачкова, в которых дано описание, что временных задач и результаты их получены. Эти задачи интегрируют в сублементарных функциях в первом обзоре и в элитических функциях во втором обзоре. Но, тем не менее, известны задачи, в которых системы для находения генетических нельзя проинтегрировать явно. Например, в 2015 году вышла статья Лакуцевского-Сачкова, в которой они доказали, что супремоновая задача на свободных группах, как Арно, в рамках 4 и больше, не интегрируют более убили. И в таких случаях мы по поведению физически можем оценить только качественным образом. Здесь я буду рассматривать простую задачу, то есть это супремоновая задача на прямом декартовом квадрате связанной двумерной некоммутативной группы. То есть на группе Г2-1 крест Г2-1. Ну, вот он так представлен. Ее алгебра Ли, которую мы обозначаем 2G2-1, имеет базис Е1, Е2, Е3, Е4, он тоже выписан. Таким образом, что выполнено следующее коммутационное соотношение. Е1, Е2 равно Е1, Е3, Е4 равно 0. Скобки Ли остальные, скобки Ли базисные равны 0. В нашей статье с Великим Николаевичем Берестовским в 2022 году мы доказали, что с точностью до автоморфизма этой алгебры Ли существует только одно двумерное подпространство, прождающее эту алгебру Ли, посредством взятия скобок Ли. Но сейчас мы построим такое подпространство. Ведем векторы Е1 и Е2. Через базисные векторы следующим образом. Определим вектор Е3 как скобку векторов Е1, Е2, вектор Е4 как скобку векторов Е1, Е3. Но я не могу видеть, что вот эти полученные векторы Е1, Е2, Е3, Е4 линейно-независимы. То есть они, в свою очередь, образуют базис этой алгебры Ли. Следовательно, если мы рассмотрим двумерное подпространство, натянутое на вектора Е1, Е2, то оно будет порождать все алгебры Ли 2G2, 1. И при этом выполнено... Нет, у них в сказке. Следующие коммутационные соотношения. Теперь мы на таком подпространстве введем скалярное произведение таким образом, что эти векторы Е1, Е2 уже будут образовываться уже нормированный базис. Тогда данное подпространство вместе с введенным скалярным произведением стандартным образом определяет все время новую метрику на группе Ли Г2, 1, Крест Г2, 1. Ну, вот, как определяют. Так. Всякое субременное пространство является локально компактным и полным, поэтому любые две точки можно соединить к кратчайшим. Мы будем искать геодезические, то есть локально кратчайшие кривые. Для поиска геодезических на таком субременном пространстве мы воспользуемся теремой, которую мы сформулировали и доказали в субременном пространстве Ли Г2, а именно, что если у нас есть связанная группа ГЛИ с алгеброй Ли Ж, Е1 и так далее, Е1 и Табали с алгеброй Ли, такой, что первый R векторов образует ортономированный базис для скалярного произведения на подпространстве P, порождающим эту алгебру Ли Ж. Просмотрим мыливый вариант на метрику D, определяемый вот этой парой поискалярное произведение. Тогда всякая параметризованная длиной дуги нормальной геодезической галматы с началом в единицу группы, есть решение системы дифференциальных уравнений, вот такой вот, где абсолютно неприимные функции, которые называются кальковекторами, удовлетворяют вот такой вот системе дифференциальных уравнений. Здесь и ТЖТК, то есть структурные константы в нашем базисе. Для нашего случая, соответственно, система будет 1, система 2, они запишутся вот в таком вот виде, геодезическая запишется вот так. Поскольку у нас она выходит из единицы группы, то система 1 будет иметь нулевые начальные данные, а для системы 2, для коррекционной системы, мы зададим произвольные начальные данные. Поскольку у нас там есть условие, что вот вектор от нуля длина его единицы, отсюда будет следовать вот это вот условие, что φ1 квадрат плюс φ2 квадрат равно единице. Ну и на самом деле из системы 1 и 2, у кого получат следующее предложение, так сейчас, вот, следующее предложение, что если φ4 не ноль, то тогда вот эти функции х от и у от и, то есть решение системы 1, их можно напрямую получить, зная кальковекторные функции. Аналогичным образом, что если φ3 плюс φ4 не ноль, то можно получить не интегрирование в соответствующих уравнений, а зная уже функции, подставить формулы, ну и все замечательно. То есть если мы решим, как коррекционную систему, значит мы гидридическую найдем, если мы проинтегрируем явно. Обычно каким образом это происходит? Поиск идет следующим образом. Из первых двух уравнений следует, что сумма квадрата функции φ1 и φ2 постоянная, но из этого условия следует, что она единица. Поэтому для некоторой дифференциальной функции θt от t можно сказать, что φ1 это косинус у этой функции, φ2 это синус, тогда φ3 это получается производная функция θ. Поставляя вот, ну, φ1, φ2, φ3, вот третье, четвертое уравнение системы 2, ну, подшимание, мы в итоге получим уравнение 4 на функцию vt, которая есть θ' от t. Это уравнение определенного класса, то есть это уравнение, в котором вторая производная есть, ну, в данном случае квадратный многочлен, да, под первой производной. То есть это уравнение входит в более широкий класс, где вторая производная — это просто многочлен, не кубический многочлен первой производной. Sofus Select еще в 1794 году заметил, что такие уравнения, такой класс уравнений знают относительно точной замены переменных 6, то есть при точной замене уравнение перейдет в подобное уравнение. Вот. Но насчет вот нашего уравнения 4, которое мы получили, вот этого конкретного, нам удалось доказать, используя все данные варианты любили, что никакой точной замены переменных под данное уравнение нельзя привести к вот такому виду. То есть нельзя избавиться от производной. И нам, ну, используя статью Морейра, второго автора, не помню, удалось показать, что уравнение 4 не имеет первого интеграла вот такого вот вида. То есть оно не прибудется к виду вот этого вот, корону константы. Ну и после этого как-то, особенно когда Мэпл ничего не взял, желание интегрировать пропало, и появилось желание доказать, что это нельзя сделать. Так. Если мы рассмотрим корректорную систему 2 и вообще в общем случае вот эту корректорную систему, то мы видим, что у нас правые части уравнений это... Как они называются? Это однородные патронтичные функции. То есть что это означает? Что если мы все функции, все это умножим на альфа, то правые части изменятся на альфа-квадрат множителей. Такая система в общем случае называется квазиоднородная. Так. И мы нашли статью Верия Васильевича Кослова, в которой описан там метод Королевской-Липуновы для выяснения, что можно ли проинтегрировать такие системы. Система из N-дифференциальных уравнений называется квазиоднородная с показателями квазиоднородности Ж1 и так далее, Ж1, которые рациональны, если выполнено вот такое условие. Но в нашем случае просто все вот Ж1 в единичке получается. Всякая такая квазиоднородная система имеет частное решение вот такого вид вида, где вот эти константы, с 1 и так далее, с 1, они не обязательно являются действительными числами, удовлетворяют в следующей системе алгебрических уравнений. И всякое ненулевое решение этой системы будет называться БАЛИСом квазиоднородной системы. Потом, зная БАЛИС квазиоднородной системы, составляют матрицу Коккова-Левской. Она состоит из частных производных правых частей уравнений, плюс по углам на диагонали мы прибавляем вот как раз в галателе квазиоднородности. Для каждой такой матрицы считают собственные значения, и эти собственные значения называются Коккова-Левской. Причем здесь Коккова-Левская. Ей пришлось решать подобную квазиоднородную систему вот с фронтичным тампроме от трех переменных. То есть эти уравнения три неизвестно. Это было уравнение Элера-Пуассона, там движение тяжелого тела вокруг неподвижной точки. И она ее решила, но впоследствии при увеличении там числа функций, увеличении числа уравнений системы возникли значительные трудности. Оказывается, зачем нужны показатели Кокков-Левской? Оказывается, они связаны с так называемой вполне интегрированностью системы. Но сначала мы найдем там балансы для нашей системы, то есть вот система алгебрических уравнений у нас записывается вот так. Решая ее, мы находим четыре баланса. Матрица Кокков-Левская для нашей системы, ну и для кого-то вариса C записывается вот так. Подставляя балансы, мы получаем показатели Кокков-Левской. Четыре набора. Мы видим, что в каждом наборе у нас есть какие числа минус один, один и два, да, и последнее четвертое число комплексное. Вот. Так. Будем говорить, что система УДУ не обязательно квазиоднородная, просто система инференциального уравнения с n, ну, с n известными, вполне интегрируема, если она имеет n-1 функционально независимых первых интегралов. Я ранее говорила, что у нас получалось, что psi 1 в квадрате плюс psi 2 в квадрате константа, поэтому эта функция у нас, это первый интеграл нашей системы. Это квадратичная функция, то есть ее порядок какой? 2, да? И вот то, что ее порядок 2, двойка указывает на то, что у нас здесь двойки стоят. Показатели Кокков-Левская. Минус один всегда будет один из показателей Кокков-Левской. Это доказала Иошида. Вообще показатели Кокков-Левская с понятием вполне интегрированной системы связала Иошида. Он доказал, что если квадратнородная система вполне интегрируемая, то есть имеет n-1 функционально-независимых алгебрических интегралов, то все показатели Кокков-Левской должны быть рациональные числа. У нас уже нет получается, потому что у нас в любом наборе показателей Кокков-Левской есть одно число комплексное. Но есть. В недавней статье 2020 года автору Хуанг Шили была доказана следующая теорема. Предположим, что квадратнородная система вполне интегрируема с миромовными первыми интегралами. тогда все показатели Кокков-Левской рациональные числа. Жорданов-Бог, матрица Кокков-Левская, которая соответствует собственному значению, отличенному от минус единицы, обязательно имеет размер 1, а Жорданов-Бог, который соответствует значению, равному минус 1, имеет размер 1 или 2. Ну и вот как раз используя эту теорему, и в результате Ешида, о котором я говорила, мы можем сформулировать наше утверждение, что наша Кокков-Левская система не является вполне интегрируемой с миромовными первыми интегралами. Далее, если мы захотим избавиться от экспонента, который у нас есть в уравнении геодезической, то есть введем функцию x большой от t экспонента минус x от t, функцию z большой от t экспонента минус z от t, наша система для уравнения геодезических запишется вот в таком вот виде. Если мы теперь рассмотрим объединенную систему, то есть это коллекторная система и вот эта система, то есть система с 8 известными функциями, то можно утверждать, что она будет не интегрируется в полиувиле в классе миромовной функции. Возникает вопрос. Мы же векторы e1 и e2 выбрали конкретные, то есть мы скалярное произведение выбрали конкретное, а вдруг мы его изменим, и все проинтегрируется. Ну, зачем мы вот так выбрали? На самом деле, не получается так. То есть если мы возьмем наш шипот пространства, сдадим ему новый базис, ε1 и ε2, проделаем всю эту процедуру, то есть запишем в корректорную систему, найдем показатели Ковалевска, то все равно мы получим. Вот 4 набора, так же будет в каждом наборе минус 1 и 1 и 2, и последнее число комплексное. Нам нужно хотя бы одно число комплексное, у нас получается в каждом наборе оно есть. Поэтому тут от базиса ничего не зависит. С калярного произведения. Да, с калярного произведения ничего не зависит. Так, теперь займемся гигантическими. Итак, у нас вот есть система 1, система 2, да, и начальные условия требуют для системы 1 и для системы 2. Во-первых, для вас следующее утверждение, что для любого решения обыкновенных дифференциальных уровней системы 1 и 2 с начальными условиями справедливо вот такое вот равенство. На самом деле, откуда оно берется? То, что вот написано в первой скобочке, это не что иное будет, как косинус 5, да, т. То, что написано во второй скобочке, не что иное, как синус 5, да, т. Ну и записано основное тригономическое тожество. Если хорошо посмотреть, то что хочется? Вот если, допустим, у нас будет геодезическая, и для нее z от t и x от t, при t стремящемся, допустим, к ключ бесконечности, стремятся к ключ бесконечности, то тогда вот эти слагаемые в первой скобочке, они у нас в пределе без аннуляции, да? Тогда получается, что y от t и v от t у нас лежат на части эллипса. Могут ли они занулиться? Так, во-первых, вот систему из восьми уравнений с восьми неизвестными дифференциальную как-то исследовать не хочется. Поэтому мы вместо восьми уравнений запишем только три уравнения. То есть, зная x, z и t, зная третья функция, мы остальные функции можем выразить через них. Поэтому будем исследовать вот такую вот систему, где α, β — это новые параметры, которые зависят вот так вот от начальных условий. Ну и начальные условия такие. Ну и доказано предложение, что если x от t, z от t, это решение обыкновенных дифференциальных уравнений системы, 11 с начальными условиями 12, и параметры α и β положительные, то тогда z от t стремится к бесконечности при t стремящемся к бесконечности. Если они оба отрицательны, эти параметры, то тогда z от t стремится к бесконечности при t стремящемся к минусу бесконечности. На рисунке изображен график вот этой функции z от t, когда мы берем α1, β3, θ0, π на 4. Видно, что он, ну как бы, он не из столини, да, то есть он попеременно возрастает, убывает, возрастает, убывает. Также видно, что при t стремящемся к бесконечности, и он стремится к бесконечности, то есть там дальше идет. А если мы немножко вот с этими значениями поиграем, то у нас получается вот какая теорема. То есть пусть альфа и бета также положительные, тета 0 берем от 0 до π, все подходит, но кроме того эти условия, то есть эти вот параметры удовлетворяют вот такому неравенству. То тогда, во-первых, тета t при положительных t заключена в открытом интервале от 0 до π, функция зета t уже строго возрастает при положительных t, и есть ее нижняя оценка. А тут сразу можно сделать вывод, что вот эти параметры альфа, бета и тета 0, которые мы брали, не будут удовлетворять вот этому неравенству, потому что у нас там зета t не строго возрастает. Но если мы альфа и тета 0 оставим в покое, а бета вместо тройки возьмем двойку, то это неравенство будет выполняться. И картинка у нас уже для клипса t будет вот такая вот. Очень похожа на прямой, но она строго возрастает. Под другим углом это или непрямая? Это непрямая, но это почти прямая. То есть она вот так вот идет, она строго возрастает. А первой такой вот. Да, а было бы, сейчас, нет, я вот туда пристаю. А было бы такая вот, видите? Ну там за 4, кто положительный, то отрицательный, а здесь 2 положительный. Да, 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 здесь за 4 положительный, то есть она возрастает. Тета при этом сначала возрастает, да, а потом она почти постоянная. Если вот кроме вот этого вот условия на параметре альфа, бета и тета 0 есть еще вот такое вот условие, 80 это 0 минус альфа больше этого числа, то тогда функция x от t также стремится к бесконечности, как и z от t. Причем тета штрих от t стремится к нулю при t, стремящемся к бесконечности. То есть функция x от t пойдет, ну вот примерно такой же график. А тета штрих от t здесь видно, что она, ну, практически константа, да, поэтому производная ее при t, стремящемся к бесконечности, нулевая. Стремится к нулю. Так, далее. Если мы посмотрим вот еще раз сейчас на эту систему 11, да, и захотим избавиться от синус в первом уравнении, как это сделать? Нужно вместо функции x осмотреть функцию x минус z. То мы получим систему 13. Вот такую вот систему. Вот такие начальные данные. Если мы вспомним дифференциальную геометрию, то мы поймем, что система 13 нам сдает натуральное уравнение кривой на плоскости, где вот эта штрих как раз это функция кривизны ее. Для таких плоских кривых в дифференциальной геометрии есть такое понятие, как поворот ее на отрезке. Это интеграл просто от, ну, от этого отрезка, да, по кривизне. А поворот по всей области определения называется интегральной кривизной. Ну, соответственно, если у нас k от t это тета штрих, да, то получается, что поворот на отрезке t1, t2 — это разность значения функции тета в точке t2 и t1. k от вене обнуляется. k от вене обнуляется. Может обнулиться. У нас же k вот здесь вот, если у нас альфа и бета одного знака, то у нас может быть такое, что ест степени минус v от t будет альфа на бета. А сейчас картинки здесь есть. Мы рассмотрим частный случай. Сейчас у нас бета равно нулю. Вот альфа положительная, тета — 0 любое. Тогда у нас тази система 13 запишется вот в таком вот виде. Здесь вводится новый параметр а. Это альфа минус космус тета — 0. И рассматривается случай так, ну, в зависимости от а. Если а у нас больше единицы, то вот эта кривая, v, t, z, t, вот такая вот. То есть она бесконечным образом как бы себя пересекает. Имеет бесконечное число само пересечений. Если у нас а от минус единицы до единицы, отлично от нуля, то график может быть вот такой вот вид, то есть одно самопересечение. Это в случае у нас, когда а вот одна вторая положительная. Если а у нас отрицательная, тета — 0 то же самое, то у нас уже здесь нет самопересечения. Такая картинка идет. Вот. Если а равно нулю, то есть если альфа — это космус тета — 0, то тогда цветочек кривой gt лежат вот на этой вот плоской кривой, имеющей вот такое вот уравнение. Она не имеет самопересечений, бесконечное, выпуклое. Ее интегральная кривизна равна π. Так, ну и все здесь. Большое спасибо за внимание. Благодарю. Позвольте мне сказать. Вот если так слушать, первый вопрос. Очень много сказано. Почему решения не нашли? Нет нормального решения. В каком нормальном смысле? Нельзя найти. Вполне интегрированно. Интегрируемо, грубо говоря. История такая. Ну, немножко я расскажу. Значит, вот на коммутативных группах ли там ничего интересного не получается на самом деле. Значит, самая простая некоммутативная группа ли — это четырехмерного пространства. Это когда вы берете двухмерную некоммутативную группу и умножаете на два R, обычные R с плюсом, абелевую группу. Здесь, кстати, получается модель Вселенной Гёгеля на такой группе, о которой я еще буду говорить. Ну, с этой там у меня, по крайней мере, еще получилось. Ну, и вот как-то Ира привлекла вот к такой группе, значит. Ну, я сказал. Я говорю, так здесь тоже все просто. Все должно получиться. Мы сейчас проинтегрируем в элементарных функциях. Ну, вот. Потом, когда оказалось вот уравнение над это сложным, значит, здесь Юру, я говорю, надо подключать. А потом я написал, ребята, я говорю, пас. И вот продолжали исследовать, дошли до Ковалевской, до Козлова дошли, секретаря, ну, вы знаете, Академии математической секции. В общем, получился, может быть, результат не сразу понятный. Я почти ничего там во второй половине не понял. Но нетривиальные результаты получились. Можно я еще добавлю? Вот мы субремонову метрику определяли как? Скалярное произведение на двумерном порождающем подпространстве. Про эту группу известно, что с точностью до автоморфизма, ее алгебры, есть два класса эквивалентности трехмерных порождающих подпространство. И можно определить, ну, субремонову метрику вот на трехмерном порождающем подпространстве, взять, выбрать три экстра базисных, да, скалярное произведение. Все посчитано то же самое. В обоих случаях у нас получается, показатели Ковалевской, есть комплексные числа. То есть в обоих случаях эта коррекционная система не будет вполне интегрируемой. Ну, я добавлю, чтобы на самом деле, поскольку группа односвязана, то всякий автоморфизм алгебры, индуцируется автоморфизмом всей группы. Так что все это вот одно и то же получается. Два случая получается, и для них все одно и то же получается. Ну вот, и, может, есть вопросы? Ну, тогда мы еще раз... Спасибо. Спасибо.